Транспортный коллапс или временные неудобства. С пятницы в областном центре закрыли движение по улице Куконковых от 88 до 90 дома. Причина – ремонт участка магистральных тепловых сетей. Будет проведена замена канала полностью, которая существовала с 1972 года. И, соответственно, заменены трубы на новые, предизолированные. Объехать тупик можно по прилегающим улицам. Но из-за большого потока машин движение там затруднено. Потому автомобилисты ищут легких путей через близлежащие дворы. Не устраивает это ни самих водителей, ни пешеходов. Никто не предупредил, что все закрыто. А знаки там стоят предупреждающие? Нет, конечно. Где? Вот я подъехал, хорошо, что глазами увидел. Поэтому приходится как-то выкручиваться. Это очень неприятно. Просто у нас нет слов. Потому что ни пройти, ни проехать с общественным транспортом – одни проблемы. Погулять негде. Да и вообще дома ничем заняться нельзя, потому что одни машины во дворе. На время ремонта специалистам городского комитета по транспорту пришлось вносить изменения в график движения общественного транспорта. По Куконковых прилегают маршруты третьего, четвертого, шестого и восьмого троллейбусов и второго автобуса. На время ремонта они изменят пути следования. Дублером выступает в данный момент для троллейбусов улица Лежневская, по которой пущены все четыре маршрута троллейбусных. И маршрут номер два автобусный предусмотрен до улицы Панино со стороны 5-й Калиановской с разворотом в обратную сторону. И со стороны Минеева также до вот этих вот раскопок перед улицей Панино и на остановке кооперативные дома, то есть после этой остановки, разворачивается в обратную сторону. Тепловики успокаивают. Ремонт продлится всего три дня. Уже в понедельник движение по Куконковых продолжится. Решение на время реконструкции закрыть улицу от транспорта полностью, а не частично, было принято именно ради сокращения сроков ремонта. До нескольких дней вместо нескольких недель. Иначе терпеть неудобства и местным жителям, и автомобилистам, и пассажирам общественного транспорта пришлось бы намного дольше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.